Недавно меня заинтересовал вопрос, на самом ли деле в речной рыбе костей больше, чем в морской? Суждение о том, что в реках течение сильнее, чем в морях, а потому речные рыбы нуждаются в более крепком скелете и костей у них больше, довольно распространено. Но это миф. Иногда течение в морях сильнее, чем в реках и озерах. Но развитый скелет при этом имеется не у всех морских рыб. Да, плотной соленой воды выше, нежели упресной, поэтому выталкивающая сила в море больше и плавать в нем легче. Однако все не так просто. Привет! С вами Евгений. Это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Современных рыб условно можно разделить на три класса. Хрящевые, лучеперевые и лопастеперевые. К хрящевым относятся акулы-скаты. Лучеперевые и лопастеперевые относятся к надклассу костных. И это почти все пресноводные рыбы и оставшиеся отряды морских. Так что же, акулы-скаты, если смотреть на названия самые бескостные, это тоже неверно. Русский осетр, стерлядь, веслонос и другие пресноводные рыбы, которые относятся к отряду осетрообразных, имеют хрящевой скелет. И могут претендовать на те же лавры. На самом деле, нельзя сравнить между собой по количеству костей морских и речных рыб. Это во многом числе систематический признак, обусловленный приспособлением к среде обитания. Он сложился в ходе эволюции, и на него повлияло множество биотических и абиотических факторов. Среди наших пресноводных рыб самыми костлявыми принято считать представители семейства карповых. Большинство у которых является типичным обитателем водоемов средней полосы России. К ним относятся плотва, уклейка, лещ, карась, ясь и многие другие. А рекордсменам по количеству костей принято считать карпа. Его скелет состоит более из 4000 костей. При этом жареный карп является одним из излюбленных блюд на нашем столе. Так как в крупной особи кости легко выбрать. Впрочем, на мой взгляд, у клейки и плотвички костей не меньше. Просто их значительно сложнее сосчитать из-за небольшого размера этих рыб. Многое действительно зависит от размеров. Чем крупнее рыба, тем легче удалить кости при ее употреблении. При этом количество костей у одного и того же вида одинаковое. Ёрш относится к семейству окуневых. Вырастает обычно до 100 грамм, не больше. Однако костей и колючек на массу тела имеет очень много. А потому игнорируется большинством рыбаков в качестве трофея. Другое дело судак. Представитель того же семейства. При таком же количестве костей он вырастает до 15-20 килограмм. Из-за большого размера кости в нем выбрать легче, чем в Ёрше. За это, а также отменный вкус, судак является мечтой любого рыбака. Среди наших пресноводных рыб, самым маленьким количеством костей является представитель семейства сомовых. Сом обыкновенный. И тресковых. Налим. Из-за малоподвижного образа жизни у них мало костей в спинных мышцах, которыми люди давятся чаще всего. А еще костей мало у щуки обыкновенной. И лососевых. Таких как форель. Миф, что в речной рыбе костей больше сложился в том числе и потому, что мы видим на столе только промысловых морских рыб. Их много. Они легко ловятся и отличаются отменным вкусом и меньшим количеством костей. Такие как треска, скумбрия, тунец, камбала, ну и другие. Видовое разнообразие морских рыб по сравнению с пресноводными намного шире. И костлявых морских рыб тоже предостаточно. Возьмем тех же сельдеобразных. Атлантическая сельдь, сардины. Они, кстати, несмотря на свою костлявость, очень даже востребованы. В целом, по моему кулинарному опыту, не бывает костлявой рыбы. Главное правильно ее приготовить. И тогда вас порадует вкусом и мелкий карасик, обжаренный до курочки в панированных сухарях, и малосоленая килька пряного посола. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Евгений. Проект «Популярная география» на канале «Вселенная Бьютифул Бор». До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова